Девчонки, всем огромный-огромный привет! Сегодня я хочу вас порадовать еще одним видео, но не скажу, что это эксперимент, а скорее просто видео о косметике с Алиэкспресса. Если вам было интересно предыдущее видео о косметике с Алиэкспресса, то я думаю, это будет вам тоже очень полезно. Оставайтесь и дальше со мной. Так, я на самом деле в этот раз покажу вам немного меньше косметики, чем было в предыдущем видео. Как видите, у меня здесь в коробочке собраны все продукты, которые я сегодня вам буду показывать. В общем, давайте вместе смотреть, что это такое и можно ли этим пользоваться. Наверное, самое первое, на что вы, возможно, обратили внимание в этой коробочке, это очень-очень похожая палеточка на Tune Tude. Реплика на, естественно, на знаменитые тени. Ну, давайте покажу вам быстренько, что да как. В общем, выглядит она вот так. Так, она от оригинала, в принципе, не отличается ничем. Абсолютно все идентично выполнено китайцами на 100 просто баллов. Они красавцы, молодцы. Здесь сзади, как видите, нарисованы все оттеночки, показываются. Также показывается, что внутри есть кисточка. Открываем теперь палетку и смотрим, что у нас находится внутри. Внутри у нас, как видите, находится зеркальце. Оно, в принципе, большое, неплохое. Я его немного закрою, потому что мне будет неудобно тогда вам показывать палеточку. Далее. Здесь у нас идут все цвета. То есть, как видите, красиво все нарисовано. Красиво все сделано именно точно так же, как в оригинальной палетке. То есть, все вот эти вот красивые, как в Nude Tude, девочки нарисованы. Под ними нарисованы, написаны каждый оттеночек, как называется. К сожалению, к тому моменту, как я снимаю это видео, у меня кисточка уже, к сожалению, просто пропала. Потому что я не помню, куда я ее делала. Возможно, даже я ее и выкинула. Вот. Могу сказать одно, что здесь названия оттеночков немножечко не совпадают с оригиналами. Здесь китайцы, конечно, косикнули. Неплохо косикнули. И мне пришла эта палеточка немножечко в раздолбанном, скажем так, виде. Потому что здесь, как видите, куска совершенно нету тенюшки. Они откололись по дороге. Но я думаю, это просто фишка нашей Почты России. При транспортировке такое часто вообще случается. Многие оттенки, они не совпадают с теми оттенками, которые есть в оригинальной палетке вот такой. Ну, сами можете, если вам интересно посмотреть. Хотя, в принципе, я вам где-нибудь здесь вставлю именно оригинальную палетку, название оригинальных палеток. И вот это вот тоже вставлю сводчиком внизу и покажу вам, что значит именно вот это вот все оттеночки, название подделки. И делая общий итог по этой палетке, я могу вам смело сказать, что я не советую покупать эту палетку. Не советую выкидывать хоть и копеечные просто деньги на эту палетку. В общем, не берите, она мне не нравится. Я думаю, вам она тоже не понравится, потому что тени просто на 2 балла. Тут китайцы лоханулись конкретно. Как вы могли увидеть, здесь у меня еще одна подделочка-реплика на Urban Decay Naked Fleshed. Ну, это тени, румяный хайлайтер 3 в 1. В общем, скажу предысторию, сразу не пугайтесь, когда я открою эту палетку, потому что мне пришла эта палетка просто в дико ужасном состоянии. И скажу честно, я ей пользовалась всего пару-тройку раз. Сейчас вы увидите сами, почему. Открываю я палетку. Ну, как видите, зеркало здесь хорошее, большое, но, внимательно присмотритесь, девчонки, видите, эта палетка, она мне пришла вот такая вот вся просто убитая, раскрошенная, просто в пух и прах в щепке. Я ее очень-очень сильно ждала, потому что именно здесь те оттеночки, которые я хотела. Здесь, видите, бронзер, такие вот румяшки, хайлайтер и вот именно такие румяшки, которые я хотела. Вот такой вот оттеночек чайной розы. В общем, офигенные, честно скажу, оттенки. Сейчас у меня, в принципе, нанесено на скулы, и именно этот продукт нанесен. Могу сказать, что они очень-очень пигментированы, очень насыщены. Пару раз кисточкой проводишь, наносишь на скулу, и тебе не нужно пользоваться ни бронзером, ни румяными потом. То есть, это все три в одном. Реально, мне очень нравятся, они отлично просто сидят на лице, они отлично тушуются, отлично наносятся. Это стопроцентно обалденное средство. Но из-за того, что действительно оно пришло мне вот в таком раскрашенном виде, я им просто не могу пользоваться. Жаль, конечно, что именно так оно пришло. И, кстати, у меня большущая к вам просьба и большущий вопрос, даже не знаю, как это адресовать к вам. В общем, девчонки, кто знает, как можно восстановить это средство, потому что я знаю, что есть какие-то способы именно по восстановлению каких-то таких побитых продуктов. Пожалуйста, помогите мне, покидайте мне ссылки, я не знаю, там, на статьи, на то, как это делается. Или у вас есть свой опыт восстановления вот таких вот продуктов, раскрашенных, пожалуйста, помогите, потому что я действительно очень-очень хочу вновь пользоваться этим продуктом. Так как подделка, она на 100% обалденная. Я 100% рекомендую этот продукт, возможно, не стоит покупать того продавца, на которого я ссылочку найду, если она еще активна. Просто поищите на этом сайте, вы увидите очень много таких продуктов. И берите смело, честно скажу, потому что они действительно очень универсальны и просто офигительны. Следующая штучечка, которая есть у меня, я ее заказывала уже очень-очень давно, это вот такая вот пудра. Честно, не знаю, что это за название, ссылочку я на нее оставлю, конечно же. В общем, выглядит она вот такое вот зеркало сверху, вот в таком, как бы так сказать, ну, кругляшном, что ли, исполнении. Так выглядит сама пудра. Сам продукт находится вот здесь, вот в пластмассовом контейнере, да. Сверху вот это вот, вот этот спонжик вот этой пудры. Честно скажу, я когда покупала, я с содроганием сердца покупала этот продукт, потому что, ну, как-то, ну, стрёмно, сами понимаете, да. Вот, но попробовав эту пудру, могу сказать, что не стоит покупать эту пудру девочкам, у которых загорелая кожа или же такой смуглый оттенок лица. Объясню почему, потому что, в принципе, пудра, это была заявлена как прозрачная пудра, но, ну, как обычно, не верьте всему, что говорят китайцы. Потому что при нанесении этой пудры, да, конечно, она прозрачная, но всё равно немного-немного она выбеливает вашу кожу. Плюс у неё есть матирующий эффект. Что мне нравится в этом продукте, что действительно вот так вот закрываешь крышечку и спокойно кидаешь в сумку, она не просыпается нигде. Ей пользоваться в дороге где-то, в поездке, или же взять там на прогулку, да, с собой в сумочку кинул, быстренько там, если вдруг что-то заблестело, припудрил носик там или что тебе нужно, и всё готово. В общем, отличное, честно скажу, средство именно в дорогу. Следующее ещё, что у меня есть именно из косметики, это вот такая вот тушь. Маскара Waterpuff Twist Up The Volume. Из всего из этого, что тут написано, могу сказать, что эта тушь просто удлиняющая тушь. Какие есть у неё минусы? Пока я вам не буду открывать её, показывать, как она выглядит внутри, у неё есть небольшая отдушка косметическая, не очень приятная, честно скажу, но с этим, в принципе, можно смириться, ничего страшного. Ещё один плюс, что эта тушь не осыпается, но, в принципе, может, потому что она пока что у меня новая, да, и я ей не сильно ещё запользовалась. В общем, выглядит тушь вот так, очень такой, ну, в принципе, обычный для туши дизайн, да. Берём, открываем, и самое интересное, что эта тушь у нас, тадам, голубого цвета, да. Я, честно, очень давно хотела тушь голубого цвета, поэкспериментировать, так сказать, и, в принципе, хорошая тушь мне понравилась. Как видите, щёточка очень-очень большая, очень похожа на щёточку для накладных ресниц эффекта, но, как я уже выразилась, эффекта ни объёма, ни накладных ресниц здесь нет. Здесь только удлиняющая функция этой туши. В принципе, очень хороший продукт, я считаю, тем более там копеечный он стоил. В общем, если вы хотите именно цветной какой-то тушь, потому что у продавца было очень много оттенков, когда я заказывала, там и фиолетовые, и зелёные были, по-моему. Может, даже жёлтые, я, честно, уже врать не буду, не помню. Я вам ссылку оставлю, зайдёте, сами всё увидите. Я взяла чисто ради интереса попробовать, потому что у меня никогда в жизни не было цветной туши, и могу сказать, что этим продуктом я осталась довольна, поэтому я вам, девчонки, посоветую его купить, если вы захотите тоже какое-нибудь разнообразие привнести в ваш макияж. Так, ну и с косметикой я закончила. У меня здесь остались всего лишь два продукта, один из которых я очень давно хотела. Как видите, он у меня ещё не распакован. Я им ещё, честно скажу, не пользовалась. Я не могу вам сказать, как работает именно вот эта вот штукенция. Как вы уже увидели и поняли, это ножнички для стрижки бровей. И что у нас здесь есть? Здесь у нас есть такие ножнички, да? С одной стороны, как видите, у нас здесь расчёсочка есть, и с другой, то есть обычные ножнички, чтобы ваши бровочки ровнять, уже причесывая, да, и стричь параллельно. Я думаю, что очень хорошим будет вот эта вот штука, потому что действительно я уже забодалась своими методами ухаживать за бровями, и вот именно вот эта вот штукенция просто помощник, я думаю, будет мой номер один. Ещё мне очень нравится, что здесь вот есть запасная расчёсочка, если вдруг предыдущая сломается или же там с ней что-то случится. В общем, я думаю, ради интереса девчонки посоветую вам купить такие ножнички, потому что они стоят действительно очень дёшево, там до 100 рублей, по-моему, я покупала. Но опять-таки, смотрите, я вам говорю сейчас одни цены, а могут быть другие, потому что доллар, сами понимаете, сейчас прыгает, и точную цену я вам сказать не могу, потому что цена в любом случае на Алиэкспрессе будет каждый день. У, а там и того же продукты разные, в зависимости от курса доллара. Обязательно, как я им попользуюсь, я вам расскажу в других видео. Ну и последняя штукенция, которая здесь осталась. Наверное, вы сначала не поймёте, что это такое, да, вот такая вот мятного цвета штучка. И сзади она выглядит вот так. Что же это такое? В общем, если вы ещё, девчонки, не догадались, то это специальная штучка для мытья кистей. В общем, честно скажу, я очень давно хотела эту штучку. Я увидела, как именно вот точно такую же, я не помню, честно, какую по цвету, показывала Оксана Забестия. И честно скажу, я прям всё загорелась. Я в тот же день прошла на Алиэкспресс. Я не помню, Оксана оставляла ссылку на такую же штуку, которую покупала или нет. В общем, я нашла на Алиэкспрессе. И я нашла, на самом деле, самую-самую дешёвую, которую там была, вот эта вот чистилка для кистей. И быстренько заказала её, и она мне за месяц дошла. В общем, честно, я вот теперь без этой штуки не представляю, как я раньше мыла свои кисти. Кто ещё не приобрёл такую штуку, обязательно купите. Она вот 100% будет вашим флоритом просто на века, потому что без этой штуки вы кисти так просто не промоете, как с ней. В общем, всё, девчонки, я вам рассказала всё, что хотела о косметике своей, которую я с Алиэкспресса опять-таки приобретала. И, в принципе, у меня к вам такое предложение, вопрос, я даже не знаю, как это правильно сказать. В общем, если вы, девчонки, пользуетесь уже какими-то продуктами с Алиэкспресса, или же вы сомневаетесь в покупке того или иного продукта с Алиэкспресса, вы спрашиваете у меня, киньте мне ссылочку на этот продукт, потому что я очень люблю что-то новое пробовать с Алиэкспресса, из косметики, заказывать, пробовать на себе, а потом, естественно, это всё рассказывать вам. В общем, если вы боитесь на себе проэкспериментировать, попросите об этом меня. Я обязательно вам помогу в этом. Ну, а с вами была Маша. Надеюсь, вам было интересно второе такое видео. Дайте мне знать, если вы хотите продолжения. Не забывайте ставить палец вверх, если вам, естественно, было полезно и интересно это видео. И подпишитесь на мой канал, если вы этого ещё не сделали. В общем, я вас, ребятки, всех очень обожаю, люблю и целую. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok